Дорогие соратники, действительно для нас сегодня удивительный день, удивительный тем, что наши умыслы начинают превращаться в конкретные действия. И действительно последний год был годом нестроения в наших рядах, годом, когда все силы и средства были брошены на то, чтобы выращивать эгоизм лидеров наших патриотических организаций, тем самым разделяя их между собой. Действительно этот год был годом предательства интересов национально-патриотического движения. Предательство потому, что было сделано все, чтобы мы разделились, разделились на части. И несмотря на то, что мы сегодня говорим о создании партии Великая Россия, а партия это всегда часть, мы говорим о той части русского народа, которая должна создать условия, условия для того, чтобы русский народ почувствовал себя народом. Он не переставал быть русским народом, но все информационные технологии были брошены на то, чтобы удалить из памяти это знание. Знание о том, что ты принадлежишь к великой русской цивилизации, знание о том, что ты принадлежишь к великой русской культуре, знание о том, что ты говоришь на великом русском языке. И сегодня наши правители предлагают создавать гражданскую нацию, в которой отводят скромную роль русскому народу, как одному из остальных, при этом забывая, что русский народ силен своим духом, силен единением своего духа и силен тем, что он, как народ, имеет право на бунт, на бунт против того, что государство реализует не его интересы. Когда мы сегодня смотрим на картину предвыборных баталий, когда телевизионные экраны становятся местом цирковой арены, на которой выступают клоуны, становится обидно, обидно за то, что мы допустили это. Мы, русский народ, допустили эти телевизионные экраны. Мы допустили этих кандидатов в президенты, которые говорят о русском народе как неком средстве достижения своих политических амбиций. Мы допустили, что политическая система превратилась в систему удовлетворения политических амбиций этой, в кавычках, властной элиты, забывая о том, что у нас есть национальные интересы. И эти национальные интересы, это и есть то, что нас объединяет. И мы совершенно точно понимаем, что тот президент, который придет, кто бы ни пришел, мы должны потребовать от него, потребовать от него, как суверенный источник власти, реализовывать наши национальные интересы. И мы должны заявить об этих национальных интересах. И заявить должна именно партия. Именно партия как та организация, которая может объединить в себе людей неравнодушных, людей самоотверженных и людей бескорыстных, но организованных в мощную силу, мощную силу, которая даст возможность русскому народу стать народом. Стать народом в ее исконных правах. Исконных правах быть хозяином земли русской. Сегодня власть, 20 лет назад подменив волю народа, распорядилась нашим с вами имуществом так, как в страшном сне невозможно было себе представить. Распорядилась политической системой так, что мы все с вами лишены права избирать и быть избранным. И восстановление этих священных прав, прав на суверенитет духа и права на собственность, на собственность, которая дана нам по воле Всевышнего, мы и направляем наши сегодня усилия, создавая партию Великой России. Мы понимаем, что партия Великой России должна привести в государстве, в действие те механизмы, которые позволят реализовать коренную сущность русской цивилизации, русского человека, устроить единоначалие в свободности. Мы должны создать механизмы не выборов, а отбора. И мы должны создать это во всем нашем государстве, во всей нашей цивилизации. Да, мы можем допустить в русской цивилизации и левых, и правых, и красных, и другие цвета, но они должны жить по правилам, установленным в соответствии с нашими национальными интересами. И сегодня партия Великой России, наверное, и есть тот самый центр духовной самобытности, духовного суверенитета, который предлагает отбросить политические амбиции. Отбросить эти митинги, в которых на трибунах выходят люди, представляющие только самих себя. Это же, ну, уму было непостижимо, когда на Поклонной горе, на трибуне нашего первого кандидата в президенты представляли три человека, которые, ну, кроме самих себя, никого не представляют. И неужели наш премьер остался вот с этими, с этой троицей, мягко говоря, не соответствующей вообще величию нашего государства. И я хочу сказать, что это мы с вами попустили это безобразие. Мы попустили своей бездеятельностью и своим, ну, не хотелось чем. Мы понимаем прекрасно, что партия может стать не просто орденом, а братством. Братством, которое поставит перед собой конечную цель. Ведь действительно программы – это план действий. А ради чего мы все это делаем? И здесь для нас совершенно точный ответ есть, что Великая Россия, наша Россия – это самодержавная империя. Что Великая Россия – это царство правды и справедливости. Это то государство, в котором власть реализует национальные интересы. И никакие политические амбиции не могут ставиться выше этих интересов. И наше устройство, государственное устройство, будущее устройство, ради которого мы сегодня собрались и ради которого мы будем свои силы направлять, это государство, в котором земские советы, полномочные народные представительства в каждой земле станут учредителями той Великой России. И эти учредители соберут этот земский собор, который примет решение о будущем государственном устройстве, о политической системе, о экономической модели, о социальном обеспечении нашего народа. И самое главное, я возвращусь к этому лозунгу. Нам нужно создать условия, чтобы наш народ стал хозяином земли русской и распорядился по правде и по справедливости. Я поздравляю всех присутствующих здесь, потому что я надеюсь, что сегодняшний день останется в нашей памяти, как то самое единение, которое от нас, в общем-то, и ждет. Ждет воля неба и ждет наша внутренняя совесть. Мы должны поступить по совести. И действительно, создание партии Великой России в дружбе и сотрудничестве с Народным собранием России, которое предполагает организацию, государственную организацию всей русской цивилизации. Это, наверное, есть то самое правильное решение. Не просто наверное, а мы убеждены в этом. Иначе мы не стояли здесь с Андреем Николаевичем на этой трибуне. Я еще раз хочу поблагодарить тех людей, которые, инициатива которых, в общем-то, нас собирает и которые дает, вот именно это соратничество дает надежду на будущее и на будущий результат. Всем спасибо и еще раз всех поздравляю.